привет друзья мы сегодня на железнодорожном вокзале Анапы провожаем наших детей в гости поедут на 3 дня в соседний рецепт на Кавказ в Ставропольский край мы поедем ой как хорошо теперь стало на Анапском вокзале с тех пор как запустили электрички раньше же эти паровозы везельвозы пахло соляркой вообще старовенный поезд ну я скажу если кто-то желает поехать на вокзал то с определенным запасом можно ехать потому что огромные автомобильные пробки на въезде в вокзал очень сложно сейчас я сейчас я еще буду выезжать об этом потом расскажу вот школьные каникулы идут можно взять справку школьника может быть даже будет или уже скидку дали на билеты скидка была и до каникул и во время каникул вообще давно не был на нашем железнодорожном вокзале но наверное год вы знаете каждый год там такая история что три раз за лето ставят шлагбаумы убирают шлагбаумы каких-то предпринимателей выгоняют в этот раз шлагбаумов нет только на парковочку прямо напротив самого вокзала вот сколько она стоит не знаю вот и нововведение повесили знак кирпич въезд запрещен вот первый въезд когда вы едете со стороны города мы обычно заезжали хоп только на первом въезде не по главной дороге так там проедешь 200 метров и потом кирпич висит проехать нельзя ну или очень дорого вот поэтому мы развернулись поехали через главную дорогу к вокзалу поехали там конечно там конечно полный совок она по вообще городок такой что тут совок постоянно откуда-то вылазит вот и на подъезде то есть выезжаешь по главной дороге поворачиваешь тут везде натыканы машины потому что народ у нас не богатый значит и платить за парковку не хочет может быть даже и не знает вот и мы двигались там двухрядная дорога одна навстречу такая вперед но на самом деле я не увидел знака но похоже одностороннее движение тут сделали потому что по двум рядам мы двигались к вокзалу вот все изо всех сил потом появился знак что слева платная стоянка 1 час 200 рублей вот и вы знаете это такая платная парковка это то на которую раньше легковые автомобили не пускали там были исключительно автобусы которые принимали этих самых пионеров пионеров октября которые приезжают пионерские лагеря вот теперь мы можем туда заехать то есть слева хоп только видите парковка 200 рублей спокойно заезжайте там огромная площадь стояночная вот и если вы провожаете бабушку с внуком до или целую кучу маленьких детей че я привязался к бабушкам я сам давно уже дедушка все что-то бабушки бывает же бодрые даже бодрее меня вот то есть очень удобная парковка ну 200 рублей подумайте я прошлом году позапрошлом году дочку провожал так я и платил 200 рублей потому что надо было спокойно ребенка посадить чтобы быть уверенным что она нормально села там все все прочее вот вот такая ситуация то есть заезжаешь через главную дорогу на вокзал справа и слева потом там много парковочных мест в принципе сделали если вам удастся встанете ну и либо на стоянку либо вы просто высаживаете человека и дальше едете значит как она у вас получится вот такая вот ситуация ну при этом все выглядит очень некрасиво то есть люди выходят с вокзала вот на эту главную дорогу тротуаров там нет я спрашиваю женщина это что какой поезд пришел откуда она кричит почти кричит на меня горит это пришла ласточка это пришла ласточка мы ехали хорошо а теперь мы приехали в анапу и дальше пи 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 в общем так вот она сказала я призываю ну не расстраивайтесь знаете что в анапе много совка вы с ним встретитесь ну не обращайте на это внимание вас ждет здесь ласковое море я надеюсь что она потеплела солнышко и все будет хорошо ну а вокзал да и некоторые проявления конечно случается да к сожалению все пока пока